Добрый день! В читальном зале литературы по дизайну Тюменского государственного института культуры открылась новая выставка, которая является своеобразным образом «Провожаем зиму, встречаем весну». Тема – нетающие узоры кружева. И не случайно кружева – одно из самых любимых домашних рукоделий в разные эпохи, в разные времена и практически в Европе, в России, во многих странах. Считается, что кружева, истоки его, рождаются в древней магии охотников, которые плели свои сетки, чтобы ловить рыбу или зверей. А женщины плели свои левочки, ниточки для того, чтобы сделать обережный круг. И вот из этого рождается из ритма орнамента, рождается удивительно нетающие морозные узоры кружевные. Кружева разного вида бывает. Его шьют иголками, иголочками, его вяжут на спицах, делают по филейной вышивке, типа гипюра, на коклюшках, крючочком и так далее. На нашей выставке, небольшая выставка, собраны книги как бы двух разделов. То есть, с одной стороны, это история костюма и применение кружев в разной эпохе. Мужчины, женщины, детстве. Все носили кружева, особенно после 16-18 века, когда во Франции изобрели машинку, производящую кружева. То есть, вот оно, не ручное уже, а механическое. И тогда, как мы помним, и мушкетеры, и придворные, и горожане стали украшать себя от окошки до пяток буквально кружевными вот этими россыпями, валанами. И второй момент на выставке представлено, учитывая специфику нашего отдела и нашего института, мы готовим дизайнеров по истории костюма. Вот старые ретро-книги 50-х годов. Пожалуйста, ручная филейная вышивка или художественное вязание на спицах, или энциклопедия моды, вязание ирландского кружева, вязание крючком и так далее. То есть, технологические, со схемами, с приемами, с рисунками книги, которые обучают наших студентов. Главное, вдохновитесь, посмотрите историю костюма и одновременно освоите приемы, разнообразные, изысканные приемы кружевоплетения.